здравствуйте уважаемые друзья вы находитесь на канале питомника хвойный дворик и с вами евгений филимонов я решил запустить такую серию про черенкование хвойных я уже начал черенковаться так что принципе принципе мы будем я думаю что мы будем каждую неделю каждую неделю 10 дней вместе с вами отслеживать полностью процесс черенкования черенковаться я начал 10 дней назад был бы небольшой перерывчик ну вот как они себя чувствуют вы можете видеть по ходу этого как бы мини-сериала мы будем черенковать там другое растение вот сегодня будем черенковать тоже покажем вам как это делается я расскажу про о том как она орошается о том что я тут сделал для того чтобы она была всегда как бы влажности было много ну для начала и о теневике расскажу все это будет в следующих выпусках а для начала для начала вот сегодня первая серия мы сегодня будем черенковать ту yellow ribbon я покажу как нарезать как что мы с ней делаем и а завтра мы ее уже рассадим но этого уже увидите в следующей серии как бы я думаю что это растянется но ненадолго эти две грядки нам надо с вами зачеренковать и одновременно мы будем следить за каждыми растениями ну здесь вот я зачеренковал именно здесь тую вересковидную боу ну такая шаром растет красивая довольно хорошая и там вот чуть-чуть мы зачеренковали но здесь вышло около тысячи и там около тысячи вышло тоже туя нано шаровидной туя по моему мнению приживается около трех месяцев поэтому сегодня у нас 23 июля но я думаю к октябрю она уже пустит корни я думаю что зиму уйдет и довольно таки хорошенькая будет но мы будем следить с вами за всем этим и поэтому по ходу я буду рассказывать и о поливе и о том как это все поливается а сейчас мы включим и посмотрим как он поливается конечно же то что трава в грядках это ничего страшного при посадке она будет убираться вот мы сегодня зачеренкуем например ту юлова риба завтра ее будем рассаживать и по ходу эту траву всю будем убирать ну сейчас будем черенковаться стараться каждый день ну там например вечером зачеренковались нарезали вернее черенки черенок нарезали поставили в корневин на сутки а затем уже мы на следующий день попытаемся ее рассадить в грядку именно посмотрим что из этого выйдет и вы будете невольными свидетелями опять предупреждаю кто как делает я не знаю я вам буду показывать как делаю это я поэтому все вопросы вот так было бы лучше или так было бы хуже я не знаю это не ко мне а теперь посмотрим ну вот просто как она как работает туманообразование да двигателя очень очень громкие но ничего страшного я вам потом расскажу как я все здесь сделал тут еще дорабатывать надо будет но когда вся грядка будет посажена я думаю все будет нормально ну там естественно у меня стоит там перед таймер и может там она пять минут поливаться пять минут отдыхать пять минут опять поливаться сейчас погода и опять же расскажу про отделки не века потому что здесь самый такой темный отдел а сейчас мы идем нарезать черенки туи туи какой я лау риба туи лау риба все верно пойдемте ну и так уважаемые друзья вот у нас маточник тут сейчас мы идем туи риба лау риба желтая туя довольно красивая но здесь она более менее безобразная поэтому будем ее сразу формировать и сразу нарезать черенки для этого нужно ведро воды ведро воды ну и в принципе чтобы она так не сохла вот с этой даже неизвестно что можно сделать ставим ее ставим ее тут ночи ночи хорош ну сразу просто воду их можно бросать и все ничего страшного с ними не будет здесь мы сейчас мы побольше ветку обрежем какую-нибудь чтобы она не сильно так даже можем наверное вот эту обрезать секретарь не очень ну здесь пойдут вот черенки вот 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 тут еще черенок много черенков все эту воду вот здесь можно обрезать ненужное то есть можно конечно же взять и с пяткой сразу но и думаю что это поможет так половина конечно она уйдет как говорится на мусор все пусть она дальше растет вот это наверное еще заберем ну и дальше по процессу смотрите как здесь более прямая ветка и и оставляем снизу даже можно на вот так все веточки все у нас пойдет воду пока ну вот такой вот что это пойдет пока еще обрезать нет пока поставим да говорят надо брать черенки сверху да вот такие черенки они самые как говорится лучшие они пойдут ну мы будем исходить из того что у нас есть буду так этот у нас пышный тоже вот эта ветка не нужна это тоже это тоже это тоже это кажется что их мало на самом деле уже вот так вот даже можно ничего страшного не будет туя живучая вот мы сформировали во первых три штуки во вторых взяли себе черенку идем дальше вот черенок вот эти все надо будет обрезать обрезать на следующий год ну сейчас будем есть все есть делать черенки конечно но потом мы там у нас есть есть и хорошее растение то есть прямые вот так оставили и все но давайте тут поближе возьмем потому что не ходить понятно потом когда будем резать их сейчас мы их просто как бы ветки нарезаем я думаю здесь можно вот вот этот еще взять то есть сейчас мы просто ветки нарезаем да да мы нарезаем ветки для черенкования а там уже ну и формируем заодно чтобы у нас они стояли на следующий год более-менее формировать опять видите вот такое дело вот эту ветку наверно можно взять хоть и туя большая а это не будем трогать оставим здесь вот все не ну конечно можно не формировать можно оставить там для посадки но у меня так пока я хочу чтобы они более-менее ровные были здесь мы специально рассаживали более-менее кривые более-менее ровные мы пойдем еще я вам покажу потом там все прекрасно там все прекрасно будет видно это не из нее все надо снимать связать все она такая лучше будет это лишнее она потом хорошо пойдет так это у нас в воду все так вон там дальние фермы вот эти лаврии кажутся большими здесь чистая обрезка формировка идет и черенки как вы поняли то есть отсюда можно взять вот это наверное он пригодится нам пригодится два черенка но мы из него сделаем эти все ветости конечно же собираем все вот это кривой вот в сторону ветки сразу вот которые к сетке идут их сразу обрезаем да здесь можно смело черенки могут быть большими даже у нас это будет хорошо кому-то может показаться что жаль но с другой стороны они даже симпатичнее стали смотреться да вот это да кривовато но потом нарастет она хорошая будет даже нет но это уже не будем трогать тоже не будем ну как говорится здесь вот я снизу все заберу сейчас у нас уже ведро почти полное поэтому мы сейчас пойдем нарезать черенки да да тут был пропущен так здесь мы собираем все наши веточки обрезанные июль месяц ничего страшного да надо было это все делать раньше это делается вообще все где-то в марте месяц желательно чтобы вот этим всем оно вниз было все это должно быть вот это еще надо обрезать и вот это надо обрезать пусть она будет ровненько но потом еще подформируем конечно с возрастом я думаю они тут еще на год останутся потому что ну все вы мы проформировали где-то около девяти штук девяти десяти да но здесь у нас еще много формировать на данный момент сейчас мы пойдем возьмем ведро и начнем помаленьку резать черенки чтобы они сильно не застыхали чтобы у нас было время ну вот уважаемые друзья у нас мы нарезали веточек с ведра берем макроватые чуть-чуть ну вот он черенок и как бы один и будет вот это все грязь ненужная нам но я обычно оставляю вот столько ну сантиметра три четыре остальное все вот здесь пятку подрезаю и риббон вот так где подрезаю где нет поэтому и водичка сразу водичку и убросил все дальше идем отрезаем так же вот уже жалко резать не знаю даже тут еще тоже надо подумать и угадать пусть такой остается вот так тут у нас остался маленький в принципе тоже может выжать пустить корни здесь все ерунда здесь тоже неликвид это все видите неликвида довольно много здесь здесь вот есть вот можно видеть кора чуть-чуть скорее всего он пойдет обрезаем тоже всю воду но здесь у нас два но я обычно делаю вот так вот и потом разъединяя их вот это убираю хороший черенок пойдет и этот тоже здесь убираю ну и вот так дергать конечно же неправильно дергать лучше вот так тогда кора меньше сдирается и довольно таки хорошо вот так он будет сидеть и поливаться отсюда здесь должна быть корневая так бросаем пока в воду пока все в воду ну берем как говорится я покажу пару веток а потом уже процесс того как мы ставим корневин сейчас мы здесь все лишнее это будет расти да они снизу но ничего страшного здесь сильно хвои много конечно можно и подрезать например вот нормальный черенок здесь можно подрезать еще прекрасный черенок она светло-зеленая ничего страшного она будет вся желтая потом я думаю мы вам в конце покажем какая бывает тоже пойдет маленьким шансы есть ну да обрывать лучше в эту сторону оборвали все здесь можете может кто обрезает пятку кто не обрезает поэтому на ваше усмотрение она обязательно эта пятка должна нет тоже не обязательно эта пятка не обязательно пятка но я беру стараюсь пяткой брать когда уже остается без пятки там да здесь что-то у нас мы его обрежем я думаю а здесь зеленая значит пойдет вот такой череночек все в воде но я беру всегда с пятки во-первых без пятки берут там где их мало но вот сморак буду нарезать я думаю там будет видно тоже ну пойдет здесь на этой веточке довольно много черенков пусть такая даже будет ничего страшного это все надо обрывать потому что может подгнить пятку вот этот надо обрезать он бестолковый пусть такая будет нет обрезана не пусть ну вот сколько мы черенков взяли с одной ветки считайте штук 10 однозначно вот опять это тут у нас берем и обрезаем да здесь они в воде томятся и все спокойно ничего страшного как бы нет вот потом естественно мы в путь киев корневин ставим вот но здесь уже дерева нету как бы но мы будем пробовать жалко просто поделить деревеневшего я имею ввиду внизу ну пойдет так пойдет так бог вы тут тверденькое ну вот если без пятки то вот это можно взять вот оставить его воткнуть я думаю он пойдет но здесь желательно конечно лишнюю растительность убрать пусть лучше такой будет тем главное чтоб придется вот так вот уважаемые друзья ну сейчас мы на черенкуем для того чтобы упаковать их а потом в корневин поставим как разведем покажем все как разводили вот еще раз показываю вот они череночки видите ну потом складывать будут вы еще увидите я буду складывать их когда в корневине а сейчас в воде спокойно они лежат ничего страшного с ними не будет итак уважаемые друзья вот у нас получились черенки но черенки их мы вот в такие пучочки делаем видно вот такие пучочки и сейчас мы с вами будем разводить что корневин вот корневин у нас да он разводится на 10 литров пачка но для черенка как бы его жалеть не стоит да довольно хватит так и теперь ну да можно прям пучочки эти класть но сейчас мы вот и все наберем сейчас подожди сейчас подожди сяду поудобно ну я набираю по 30 штук 5 5 7 8 9 10 10 а в корневин обязательно их ставить 12 12 13 в принципе можно в простую воду но желательно в корневин 14 15 ну это не строго там 30 штук вот вам надо набрать там главное чтобы они получались пучки хорошие 17 17 19 20 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 29 20 22 21 22 22 24 22 28 21 22 22 ну вот вот такой да получилось теперь мы берем стяжку сейчас говорю стяжку обычную стяжку берем ну кто смотрел мои видео тут тут видео как я это обычно делаю все вот получился у нас кучочек да можно было и побольше конечно но такой нормальный обрезаем вот мы ставим их ровно чтобы они корнями были в корневине не падали и это будет тут еще пучков 5 однозначно сколько они должны постоять они должны постоять сутки то есть до завтра ну вот уважаемые друзья вот мы поставили ведь можно видеть они вот корешки в корневине так они до завтра простоят в принципе такое прохладное место их поставить не сильно жаркое чтобы в тень я думаю с ними все нормально будет а завтра утром мы их уже будем втыкать землю как говорится сейчас я уже дособираю ну вот мы уже отчеренковались как бы на сегодня завтра еще будем черенковать yellow ribbon и как я обещал через дней 10 мы снимем опять покажем что с ними произошло что с черенками как они себя чувствуют да на данный момент на нашем сайте идет прием заказов не забывайте делать предварительные заказы потому что уже три позиции уже слетели уже выкупили их люди и так уважаемые друзья итог сегодняшнего дня сегодня мы черенковали тую yellow ribbon туя хорошая желтая туя она на солнце прям желтит очень хорошо ну в тени она чуть салатового такого цвета но все равно очень красивая туя черенкование я считаю что ролик будет полезный я показал как я это делаю вы уже смотрите там сами как как вам удобнее посмотрите других блогеров кто там как черенкует я затею этот проект я считаю что это проект но я буду считать что каждые примерно примерно неделю 10 дней я буду выпускать ролик мы будем смотреть что с нашей туи с нашими черенками я буду рассказывать какую там я провел орошение я буду рассказывать про грунт я буду рассказывать про сам теневик про сам отдел теневика который выделен специально для черенкования ну и будем следить до того времени пока что она не пустит корни и начнет продаваться как бы или рассаживаться на более крупные грядки где она будет уже расти а на этом уважаемые друзья все с вами был евгений филимонов всего доброго удачи 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 удачи